Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для всех! Не секрет, что сейчас лондонская система весьма популярна, как на любительском уровне, так и среди шахматных профессионалов. Белые очень часто ставят слона на f4, получают крепкие позиции, время от времени им удается создать сильную атаку на черного короля. Сегодня, уважаемые зрители, мы с вами рассмотрим интересную Блиц-партию, сыгранную с контролем 3 плюс 0, которую я играл черными против довольно крепкого международного мастера с ником Агеровский. Ну вот здесь на его страничке особо ничего нет, поэтому не знаем кто это, но шахматист довольно крепкий, интересный и с поставленным дебютом. Пришлось мне здесь противостоять лондонской системе и удалось даже пожертвовать коня. Пожертвовать коня черными в позиции, в которой уже белый король ощущал очень серьезные неприятности. Конь f3, вот так сыграл мой соперник, дальше d4 и тут слон f4. e6, e3, слон d6, слон g3, рокировка, конь bd2, черный играет b6 и после слона d3 выводят слона на a4. Тут время от времени играют c4 для того, чтобы не дать черным реализовать свою идею. Размена белопольного слона, без которого атака белых на крыльевском фланге будет не столь сильной. Ну белые сами бьют на a6, играют конь e5, черные возвращают коня на b8. Конечно потратили они время, но опять же идея поменять фигуры и в конце концов подровнять ситуацию. f4, вот такое кольцо пильсбери строит мой соперник в центре, но опять же повторюсь, без белопольного слона это все не так страшно, так как пешке h7 пока что уютно и тепло под защитой коня и короля. Конь fd7, да, конь уходит, но правда видите мы теперь ходом f5 прогоняем ферзя, размен. Дальше слон e7 и белые сыграли слон f2, точнее было конь f3, хотя и в этом случае особых там шансов на игру в атаку нет. c5, c3 и тут еще и g4, ну очень хочет белыми атаковать мой соперник после конь c6. Он пошел g4, ну зачем мне линию g вскрывать? Я пошел f4, то есть пусть он дальше. Если хочет e4 сыграет пункт, d4 просядет тогда, ну а так я сам могу забрать на e3 и открыть линию. 2-0 все-таки надо было играть, но уже это совсем не та игра, на которую белые рассчитывали. Конь f3 дальше пытается нагнетать, произошел размен cd, тут лучше было забрать конем, но он забрал пешкой и конь мой не вышел на b4. Хотя угрозы явственные, очевидно, что тут у белых большая проблема, потому что рокировка-то все-таки как-то надо было бы сделать, но уже не успевают. Но, смотрите, слон, секунду, после хода cd, cd, слон b4 шаг, я не удержался от этого хода. Думаю, ну если слоном закроется, то тогда заберу, в случае взятия конем на d2, конь бьет d4, так или иначе король будет терять рокировку. Он пошел на f2, ну тоже под связку, и тут решил я пожертвовать коня. Хотя, хотя, вот здесь можно было сделать очень хитрый ход слон d2, это вторая линия, опять же, идея связки. Если забрать, то последует конь d4, и на f3 просто пробиваем. Ну, ход конь e5 даже более интересный, вот это жертва коня в центре, и дальше d4. Сейчас за коня у черных всего лишь пешка, но белый король прикрыт лишь фигурами, и черные фигуры очень активны. Слон c1, вот, кстати, интересный момент, посмотрите, слона вроде бы много полей. Ну, понятно, брать на d4 нельзя, там связан конь, а что делать? Да, на g5 опять же заберу, на d2 заберу, на f4 ладья пробивает. Приходится бедному слону становиться на начальную позицию. Совсем не о такой карьере он мечтал. Лучше было здесь сначала продвинуться на d3, а уже после слона e3 сыграть ферзь d5. Ну, дальше что там? Ферзь e4 есть идея, может, ладьей заехать, да, уже поле c2 защищено пешкой. У черных тут серьезный перевес. Ну, вот, я делаю дальше правильные ходы, но в неправильной последовательности. Ферзь d2. И здесь можно было сыграть a3, то есть отогнать этого слона и все-таки попытаться потом уже вернуть слона на d2, ладью вывести и так далее. Но король g2, мой соперник, играет, очень ему не нравилась связка. Ну, правда, он от вертикальной связки ушел, от бабушки ушел, от дедушки не ушел. По диагонали связывает ферзь. Поэтому здесь по-прежнему у черных серьезный перевес. Ну, и куда дальше? Вот ладья застоялась, поле c2 вкусное, значит, ладья c8. Так черные и сыграли. Далее ладья f1, играют белые. И тут надо было ладья c2 сразу поставить шаг и сыграть слон c5. Тут угроза вскрытого. Уже где-то, да, b4 приходится ходить, отвлекать слона. Это уже, понятно, не то для белых. Ну, d3 я пошел. И он сразу выпрыгнул слоном. Я напал, он отошел. Дальше. Ладья c2 надо было все-таки сыграть, да. Ладья c2 и даже вот так ладья е2. Такой интересный ход. Черные захватили большое количество важных полей. Но d2 я тут пошел. Он отошел королем. Ладья c2 тоже правильный ход. Но опять же, видите, оценка позиций очень-очень резко начинает выравниваться. Еще и пешку на b2 забрал, которая, по сути, особо не нужна была. И здесь у белых, наконец, шанс вздохнуть глубоко, да, полной грудью. Ладья a2, например, конь g5. И, наконец, у них уже налажено взаимодействие фигур. Не будем забывать, что черные играют эту партию без легкой фигуры. И, по сути, ну, давайте так, да. Ферзь бьет e5. Ладья f8. Слон f8. Дальше даже ладья d2 можно было сыграть. Вот такая вот позиция получается. Ну что, 3 пешки за коня. Все, как нас учили. Конь стоит 3 пешки, поэтому тут равенство. Но соперник находился под прессом. Хотя, смотрите, по времени у него даже времени больше, чем у меня. 48 секунд против 40. Он решил сделать ход а4. Ну, вот очень ему не нравилось, что пешка будет съедена. Но минус в чем? В том, что пешка поле b3 охраняла. И ладья сразу перескакивает на это поле. Кстати, такое вот замечание. Ну, может быть, небольшое отвлечение вас от этой партии. Если соперник делает свой ход, вот делает ход соперник, вы смотрите, какие поля он ослабляет. То есть, очень часто подсказка вам как раз лежит в предыдущем ходе соперника. Какое поле он ослабил. И постарайтесь туда поставить свою фигуру. Если это, конечно, поле приемлемо и имеет смысл такой ход сделать. Король g2. Сыграли белые. Защитили коня. И а6. Ну, такой немножко издевательский ход, да. То есть, взятие на b6 особо ничего не дает белым. Дается шаг. Что делать? Если перекрыться слоном, то теряется конь. Правильно? Если перекрыться ладьей, то теряется ладья. Вот это. Ну, белые связаны по рукам и ногам. Приходится отходить королем. Ну, и тоже теряется конь. То есть, неизбежно теряется фигура. Тут, кстати, я еще и ладью на d1 с шахом не забрал. Хотя, вот это вот было как раз то, что нужно. Все поменять. Вот здесь. Ну, и поставить ферзя. Ну, правда, после ладья f3 тоже, как говорится, дым рассеялся. И белые поняли, что тут уже все. То есть, лишней фигуры уже нет. И тут уже теряется ладья. Либо теряется ферзь. А то и то, и то вместе. Это еще и мат где-то летит. Ну, самый сильный ход это ферзь f3. Но это понятно, что тоже проигрывает. Поэтому тут белые сдались. Вот такая получилась партия. Довольно интересная. Свои концепции. То есть, изначально белые планировали, чтобы это не стало атаковать на королевском фланге. Это один из главных планов лондонской системы. Но не получилось. Все-таки размен белопольных слонов явно снизил боевой потенциал моего оппонента. Ну, а дальше уже черные использовали. Такие вот попытки белых все-таки перегнуть палку. Пожертвовали коня. Ну, правда, потом игра была довольно сложной. Но, в конце концов, белые ошиблись последними. Поэтому и проиграли. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Пишите свои комментарии. И подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.